Представь, ты играешь в свой любимый режим, в нём много контента, анимаций, красивых эффектов. Вдруг, ты захотел разобраться, как же у разработчиков всё так круто получается. Но ты ничего не знаешь о разработке игр. Заходишь в документацию о том, как создать свой плейс, и тут ты спотыкаешься, пытаясь разобраться с узачушностью вашей скрипты и как разрабатывается игра. В итоге, не разобравшись, ты сдаёшься и просто идёшь дальше играть в свой любимый режим. Забраться о своей мечте о создании плейса. Давно мечтал о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. На этом сайте вы можете купить робуксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят всего 307 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А ещё на robuy.gg вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть кучу робуксов, выполнив простые условия для участия. Лови момент, чтобы испытать удачу. Ведь ценные призы уже ждут своих победителей. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. Круглосуточная работа сайта. Всё это на robuy.gg. Ссылка на сайт будет в описании. Привет, дорогой новичок в скриптинге. Сейчас я объясню тебе, почему разработчикам игр не стать за одну ночь и что же всё-таки для этого нужно. А поможет мне в этом данная серия роликов, которая поможет тебе создавать те игры, о которых ты всегда мечтал. Я Хронет, и я научу тебя, как разрабатывать свои плейсы в Роблоксе. На протяжении уже более пяти лет я в одиночку работал над своими проектами. Бесчисленное количество раз я сталкиваюсь с большим количеством проблем при их разработке. Много раз мне хотелось сдаться, да и большинство плейсов никогда не были успешными или качественными. Но одна вещь не позволяла мне опустить руки. Это желание научиться новому и создавать что-то, чем я мог бы гордиться. И это одна из ключевых вещей при разработке игр. Это твоё желание развиваться и получать новые знания. Ну что, давай наконец-то знаем, как же создавать свои игры в Роблоксе. Итак, начнём с малого. Я надеюсь, к этому моменту ты, мой дорогой зритель, уже скачал и запустил Роблокс-студию. Если же нет, то переходи в браузер и пиши «Роблокс-студия-даунлоад». Кликай по первой ссылке и нажимай кнопочку «Даунлоад-студия». Ждём, пока установка завершится. Входим в аккаунт и видим перед собой главную страницу приложения Роблокс-студия. Именно его мы и будем использовать при разработке игр, чтобы позднее выложить их на сам сайт Роблокса, чтобы в них могли поиграть настоящие игроки. Да, пока что непонятно, как с этим работать. Поэтому я советую пока что следовать моим действиям. Но уже чуть позднее постепенно разбираться самостоятельно. Так как только просмотр этот туториал не поможет тебе развиваться в разработке плейсов. Скриптинг — это тернистый путь проб и ошибок, которым ты стараешься в одиночку или с чьей-то помощью прийти к решению проблемы. Вернёмся к студии. На главном экране мы увидим множество различных базовых шаблонов игр, которые нам предлагает Роблокс. В рамках этого туториала мы будем использовать шаблон Baseplate. Просто нажимаем на него и видим, что Роблокс загружает только что нами выбранный темплейт. И перед собой мы увидим мир, с которым нам предстоит работать. Здесь я хочу показать тебе пару вещей, которые помогут тебе разобраться, как в целом работает студия. Это и есть цель нашего сегодняшнего выпуска — помочь тебе понять интерфейс этого приложения и за что он отвечает. Первым делом я хочу показать, как ты можешь перемещаться в пространстве. Представим, что ты играешь в Роблокс на своём компьютере или ноутбуке. Чтобы двигаться, используешь клавиши W, A, S, D. Чтобы вращать камеру, зажимаешь ПКМ. Здесь всё работает почти так же. Если сжать W, ты полетишь вперёд по направлению камеры. Если сжать S, ты полетишь в обратном направлении. Если сжать A, ты полетишь влево. Если D, ты полетишь вправо. Если ты хочешь сдвинуть конкретно саму камеру, то нужно сжать правую кнопку мыши и перетаскивать мышь в ту сторону, в которую ты хочешь повернуть камеру. Эти действия можно объединить, чтобы двигаться в студии так, как тебе хочется. Есть ещё парочку полезных кнопок. Можно сжать Q, чтобы опуститься вертикально вниз. Можно сжать E, чтобы наоборот подняться вверх. Также можно прокручивать колесо мыши, чтобы приближаться или отдаляться. В следующих эпизодах я, возможно, покажу ещё несколько полезных горячих клавиш. В рамках уже этого выпуска я показал базовые кнопки для навигации в студии. Теперь посмотрим на верхнюю панель. Это большой набор самых различных инструментов, которые потребуются при разработке. Они разделены в несколько вкладок. В данный момент мы находимся в категории Home. Если мы, например, нажмём вкладку Model, мы увидим множество различных опций, которые мы можем использовать. Нажмём Avatar, появится ещё много других функций. Test, View, Plugins и другие вкладки, которые нам будут очень полезны. Ещё одно окно, которое сейчас важно изучить, это Explorer. Оно находится справа нашего экрана. В нём можно увидеть множество различных папок с различными именами. Сейчас я попробую объяснить, что же это. Explorer — это и есть наша игра. Все эти папки имеют свои уникальные функции, которые в последующем группируются вместе, чтобы создать единый Place. Каждый Place, который вы когда-либо играли, имеет эту структуру со всеми различными папками. У каждой из которых своя функция, и при разработке важно понимать, за что каждая из папок отвечает. Например, папка Workspace. Это в целом 3D-мир, который мы видим перед нашими глазами в центре экрана, когда играем в любой Place. Именно туда мы вставляем любые объекты, которые должен увидеть игрок в нашем Place. Если нажать на стрелочку рядом с иконкой, то мы увидим, что внутри папки сразу есть некоторые объекты. Это камера, территория, локация спауна и бейсплей. Если же мы нажмём на стрелочку возле двух последних, мы увидим другие объекты, которые хранятся внутри другого объекта, который хранится уже в нашей папке Workspace. Отсюда можно увидеть эту иерархическую структуру, которую очень важно понимать при работе со студией. Чтобы полностью понять Explorer, потребуется самостоятельно попрактиковаться в его использовании. Теперь нажмём, например, на Workspace. Внизу, в другом окошке, которое называется Properties, появилось множество различных строк. Это следующее окно, понимание которого является ключевым при разработке. Это окно показывает различные параметры, атрибуты, настройки, конфигурации и тому подобные вещи для выбранного нами объекта. Итак, мы выбрали объект Workspace, и все параметры тут напрямую связаны с этой папкой. Эти параметры мы можем изменять самостоятельно. Если мы выберем другой объект, например, Spawn Location, для неё мы увидим уже другие свойства, которые мы можем изменить и в реальном времени увидеть, как меняется объект. Давайте попробуем поменять, например, цвет нашего объекта. Кстати, выбранный объект выделяется вот такой синей обводкой, так что мы его точно не потеряем. Итак, если я нажму на свойство Color, откроется окошко, в котором мы можем выбрать цвет, который мы хотим. То есть, если я нажму, например, на вот этот цвет и нажму ОК, то мы увидим это изменение в реальном времени. Очень важно понимать, как работает с окошком свойств, а также с окном Explorer, и как они работают в целом вместе. Давайте теперь научимся добавлять объекты или детали в нашу игру. Сначала уберем наше выделение, нажав Escape, а далее на верхней панели нажмем на кнопочку Part, внутри категории Insert. Итак, я нажимаю её, и робот создал для нас деталь. Если навестись на неё и зажать левую кнопку мыши, мы можем перемещать нашу детальку в любое место нашего рабочего пространства. Теперь я хочу представить вам различные инструменты для работы с объектами. Нынешний инструмент, который мы применяли для перемещения объекта, называется Select Tool. Это мы можем увидеть на нашей панели в категории Tools. Следующий инструмент называется Move. Если мы его выберем, то мы увидим стрелочки, окружающие наши детали. Если мы нажмём, например, эту красную стрелочку, то мы сможем двигать нашу детальку в этом конкретном направлении. То же самое мы можем сделать как для синей стрелочки, так и для зелёной. Ещё один инструмент, которым мы можем воспользоваться, это Scale. С помощью него мы можем изменить размер детальки. Итак, если мы потянем за этот красный кружок, то наша деталька растянется в этом направлении. И последний инструмент, это Rotate. Если мы его выберем, мы увидим три круга разного цвета. Выбираем любой кружок, и с помощью него мы вращаем нашу детальку конкретно в этом направлении. Я сейчас как раз вращаю детальку в различных направлениях. Именно для этого и нужен данный инструмент. Наконец, снова убираем выделение, и перейдём к выводам эпизода. Очень важно понять и разобраться во всех вещах, что я показал в этом выпуске. Они являются фундаментом при работе с любым плейсом. Для того, чтобы помочь тебе научиться, для каждого выпуска я подготовил небольшие домашние задания, которые отражают тему выпуска. Итак, я хочу, чтобы ты, мой зритель, первым делом самостоятельно попробовал все окошки и инструменты, о которых я сегодня рассказал. А потом, если хочется попробовать что-то посложнее, сделал вот такое маленькое обе, состоящее из нескольких квадратных деталей разного размера и цвета. Запомни дизайн или сделай что-то своё. Если не получается, то сейчас я расскажу, как же это всё-таки сделать. Добавляем первую детальку, двигаем её и изменяем размер. Далее в окошке Properties изменяем её цвет. Создаём ещё одну детальку. Повторяем все действия, стараясь расположить детальки ровно на одном уровне с помощью инструмента Move, а не Select. Далее поворачиваем её под углом с помощью инструмента Rotate. Далее делаем третью и последнюю детальку чуть большего размера. Для сегодняшнего домашнего задания это всё. Продолжение следует... Если хочется ещё попрактиковаться, можешь попробовать посмотреть и попробовать другие вкладки. Это очень эффективный метод, освоится в Roblox Studio. Как только я закончу с этим домашним заданием, можно написать комментарий, в котором можешь задать вопрос или поделиться тем, получилось ли у тебя выполнить домашнее задание или нет. И напоследок важно поговорить о том, как сохранить всё то, что ты построил. Итак, для этого мы нажимаем кнопочку File в левом верхнем углу и там нажимаем Save to File as. И выбираем путь, где будет храниться файл. Выбираем любое название и нажимаем Enter, чтобы сохранить. Нерастоятельно рекомендую часто сохранять свою игру, чтобы не потерять прогресс в разработке. И на этом всё для этого выпуска. И увидимся в следующей части этого плейлиста. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok